Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Димаш принял участие в записи саундтрека для китайского фильма «Авангард». Главную роль в фильме исполняет его друг Джеки Чан. Премьера фильма в Китае состоится 25 января. С сегодняшнего дня можно послушать новую песню Димаша Кудайбергена «Happy» к фильму «Авангард» на музыкальной платформе NetEase. По этому поводу Димаш разместил пост на Weibo. Для меня была оказана большая честь спеть в фильме «Авангард» моего кумира, старшего брата Джеки Чана, песню «Happy», заканчивающую фильм. Спасибо режиссеру Тан Джи Ли и уважаемому Натану Вангу. Эта песня официально вышла сегодня на NetEase Cloud Music. Не забудьте пойти в кинотеатр после Нового года. Присоединяйтесь к нашей команде. Поздравляю с Новым годом! Вездесущие фанаты засняли очень приятный момент общения Димаша с режиссером за кулисами предпоказа фильма. Певец эмоционально рассказал, как он со своей командой работал над записью песни. Итак, вот сам перевод. Переводчик перевел слова Димаша так. Он сказал, что когда записывал песню, то спал только по 4 часа. И так 3 дня подряд. Думал, что не успеет к сроку. Димаш. Хорошо бы, если мы будем сотрудничать и далее. Мне несказанно понравилось. Режиссер попросил переводчика перевести. Скажите, чтобы он быстрее учил китайский язык. Димаш рассмеялся и ответил. Китайский, я понял, китайский. Зачем собеседник просил Димаша учить китайский? Уж не будет ли сам Димаш сниматься в кино? Скорее всего, не сниматься, а записывать больше песен. Какие это записывал? Я немножко перерывал, чтобы записать песен. Идем находит 4 часа. Идем на что-то 3 часа дня. С вотю это все. Я не могла 16 минут. Валеком, братан, мы неILL. Потом, если бы мы split, то есть парень. Сейчас будем работать. И это было все. Это я Learned. Он сказал, что будет administrator, что будет中国. Я учен GOING TO PEACE со СТОНОМ! Я ученый. Спасибо, спасибо. Что-то не припоминается. Получается, Димаш поет в фильмах не только потому, что у него прекрасный голос в шесть октав, но и потому, что он звезда мирового уровня для обеспечения хорошего проката кинофильма по всему миру. Чем еще хорошо участие Димаша в фильме, так это тем, что он может и на предпоказе выступить, и об этом блокбастеры сразу узнают на всей планете, хотя бы из инстаграма певца. Ну что ж, хороший рекламный ход и для создателей кинофильмов, и для самого Димаша. Итак, предлагаем вашему вниманию фото и видео с этого мероприятия от наших китайских друзей. Большое им спасибо за труды. Обратите внимание, Димаш пел на китайском с дружным хором, присутствующих с ним на одной сцене артистов. Петь на неродном языке непросто, а на китайском тем более. Там важно не только произношение, но и музыкальное ударение в словах. Китайский язык настолько сложен, что даже сами китайцы различают несколько степеней грамотности и даже сдают экзамены с присвоением той или иной степени. Но Димаш и эту проблему решил. Мы недавно видели работу певца на записи очередной передачи, и ему там помогал суфлер. Текст был написан на огромном экране на двух языках – китайском и казахском. Хорошо, конечно, но как произносить правильно, с каким ударением – там этого не было видно. Получается, Димаш запоминает произношение всех слов механически, как мелодию, ведь он же музыкант. Наши внимательные диазы везде следуют за Димашем. Где бы он ни появился, он всегда находится под зорким наблюдением фанатов, а уж в Китае тем более. Димаш приятно удивил нас интересным имиджевым решением – прикольными двуцветными ботинками, нежно-голубого цвета костюмом и белой водолазкой с высоким ротником. Он все время его поправлял, зато горло в тепле. Только вот он опять был замечен на улице без куртки, и это в зимнюю стужу, когда в Пекине минус 7. Эх, хорошо, если бабушка певца этих фотографий не увидит, а то будет волноваться. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Субтитры подогнал «Симон»!